Не исполнил муниципальный контракт, придется ответить сполна, но далеко не все предприниматели опасаются наказания. В Красночитайском районе одна из организаций взялась за строительство сразу пяти социально значимых объектов, но сорвала сроки. Подробности в следующем материале. Для учеников Соланчикской школы-интерната созданы все необходимые условия, кроме одного. Проблема учебного заведения, не справляющаяся со стоками системы очистных сооружений. Аукцион на их строительство выиграла компания Красночитайская. Подрядчик выполнил 95% работ, но после забросил объект. Объект был очень сильно проблемный в связи с очень плохой проектно-сметной документацией. Там очень много неучтенных, которые приходилось переделывать по факту. У нас в страхе риск. И проблем очень тяжело было с оплатой первое время. Пока этот вопрос решали, объект немножко затянулся. За отказ исполнить муниципальный контракт арбитражный суд Чувашии должен взыскать неустойку. Почти 900 тысяч рублей. С подрядчиком КО «Красночитайская» договор с Минобразованием был заключен 11 июля. Но к работам генеральный директор приступил только 8 августа 2016 года. Общий простой всех невыполненных работ, простой, когда не выполнялись никакие работы, составляет более 40 дней. Без мотивированного отказа. Работников на объекте было очень мало. Два, максимум 4 человека. Техника маломощная, изношенная, часто простаивала. Непосильной ношей для компании «Красночитайская» стала и дорога Аликова-Старая-Атайя. Ее протяженность не превышает и полтора километра, но работы затянулись. Ремонт выполнен лишь на 25 процентов. В сегодняшний день подрядная организация «Красночитайская» провела работу по устройству корыта, по устройству насыпи потеслающего песчаного слоя и часть работ по устройству щечебеночного основания. Местные жители все же надеются, что новая дорога здесь появится в этом году. Надежда умирает последней. Выходить из деревни прямо пешком, и машины не едят, и сами грязи утопали. Вот так. А теперь здесь надежда, конечно, что дорога будет. В деревне Акчикасы строительство дороги по улице Васюкова тоже затянулось. Подрядчик в лице того же Павла Кондейкина отстал от графика на два месяца. В КСО Красночитайское выиграли и аукционы на строительство Дома культуры в деревне Шоля. Работы должны завершиться 20 ноября, но и здесь подрядчик отстает от графика. Контракт на ремонт библиотеки в селе Ижикея заключили в конце мая. Подрядчик обязался заменить окна, двери, отремонтировать систему отопления и сделать частичную отделку помещений. Но ВОЗ и ныне там. Если за 90 дней подрядчик ничего не выполнил, то есть есть опасения, что подрядчик за 10 дней, которые он обещает уложиться, данную работу не выполнит. Контракт закончился 29 августа. Сельское поселение отправило претензию подрядчику о немедленном выполнении работы. И только после этого, 2 августа, подрядчик приступил к работам. Выполнить взятые на себя обязательства подрядчику придется в любом случае. За срыв сроков предпринимателю придется заплатить крупный штраф. И теперь он рискует попасть в реестр недобросовестных подрядчиков. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.